Сегодня в Чедерлунге к 10 часам утра горожане ожидали запланированный прием исполняющего обязанности министра труда, семьи и социальной защиты Валентины Булига. Но добраться к ней на третий этаж смогли не все. Некоторым пришлось ждать у входа. Горожан интересовали вопросы от личных до общественно значимых. Мать моя получала пенсию по моей доверенности. Сейчас доверенность не имеет никакой силы, и пенсию никто не получает, ни она, ни я. Я хочу, чтобы эту пенсию перекинули в Чедерлунский район. Ну, я подала можно на лишение родительских прав, и органы опеки неправильно составили акт заключения. Пенсия минимальная. Я работал механизатором, опрыскал садов и виноградников, и испортил свой организм, потому что сердце и легкие больные. И мне высылают в Германию ребята за 74 евро, а у меня 56 лет. Не упустил представленные возможности подискутировать и диакон Георгий. Его интересовало толкование отдельных статей законопроекта по ювенальной юстиции. Законопроект от 21 марта о так называемом «Насилии в семье». То есть завуалировано название закона о ювенальной юстиции. Данный законопроект позволяет отнимать детей при надуманных предлогах. Озабоченность церковной элиты я поняла, но не совсем была согласна с ними, потому что там неправильно интерпретировали. Мы не хотим отобрать детей из семьи. Для нас, наоборот, консолидация семьи, защита семьи, помощь семье, воспитание родителей, чтобы они ухаживали за своих, обязывать родителей. По мнению госпожи Булига, это очень эффективные встречи, которые могут ускорить решение многих вопросов и дать своевременное разъяснение. Исполняющий обязанности министра труда, семьи и социальной защиты Валентины Булига приняло 12 человек. Среди них были малоимущие, инвалиды и пенсионеры.